Один из российских мобилизованных попал в украинский плен в феврале этого года. Перед тем, как его отправили на обмен, солдат рассказал о том, что поехал на войну из-за угроз сесть в тюрьму. Окупант говорит, что должен был быть санитаром. Вместо этого его посадили в танк и отправили разминировать поле. Сколько вам полных лет? 23. 23. Город рождения? Пермский край, Силовский район, сила Илоо. Вы мобилизованы? Ну, подписал контракт, краткосрочный. Когда? 5 сентября. А до этого вы служили? Ну, срочную службу. Пришли вы, вам повестку дали? Нет, ну как бы должны были дать, но я пришел заранее. А что вы пришли заранее, патриот? Нет. На хрена тогда? Ну, пугали там, знаете, тюрьма, тюрьма. Кто пугал? Ну, вообще говорили, что там до 15 лет, нет, не до 15. От семи до скольки-то лет могут посадить там. И вы, чтобы не пойти и не сесть в тюрьму, пошли сами сдались? Ну, пошел воинкоманда, но повестки уже приходили по нашему селу. Так еще же мобилизацию не объявили? Уже была, уже приходили повестки. То есть, царь ваш еще не подписал указ про мобилизацию, но уже людей собирали? Поездки приходили уже, да? Броник какой был? Не был. И так было обеспечение, да? Не всем просто достались брони. Не хватило? Да. Вам хватило? Угу. И вот, когда переезжали, получается, в Христанскую область, была остановка долгая у Джанкоя. Угу. Там тоже народ как бы ушел. Я вместе с ними поймал. Кто вас поймал? Комендатур. Вы санитар, вас посадили в танк? Да, за командиром. Командиром танка? Да. Вы были хоть раз? Нет. В танке? Командиром танка вообще не было. А до этого в танке ездили? Ну, на танке так, ну, прокатиться. Интересно все равно. Ехали, бах, все, второй раз танк остановился. Ну, получается, с танка выпрыгнули. Везде все взрывается вообще. Пополз в сторону, ну, по посадке. И там уже в окопе, ну, кричат, ну, стой, стой. Я устал. Ну, я на карачках полз. Он говорит, руки вверх. Я показал ему руки. Он говорит, ползи сюда. Я, ну, ползу. Все, они, ну, я когда уже заполз туда, они мне дали, получается, ну, накрыли одеялом. И все, вот так я сидел. Ну, как бы я сразу понимал, что, ну, на смерть. Вы понимали, когда вас отправили ехать? А как вы, вы говорили между собой? Ну, как бы уже, когда ехали туда, нам вообще сказали, вот, вы только заедете, вот так вот круг сделаете, и вы едете обратно, все. От вас, говорит, вы все, больше ничего не нужно. В марте этого года российского оккупанта обменяли, и он вернулся обратно в Россию. Вы возвращаетесь живыми, здоровыми.